Друзья, сегодня мы приехали в гости в компанию Далга Керан, где мы рассмотрим самые топовые, самые интересные модели этих генераторов. Нам любезно пообещали рассказать все преимущества, условия эксплуатации и вообще, где наиболее всего они востребованы. Специалист компании Далга Керан сейчас нам расскажет на конкретных моделях, где что и как работает. Дизельные генераторы используются либо как основной источник электропитания, либо как резервный. Основной источник электропитания рассчитан на постоянную работу изо дня в день по 12-18 часов без остановки. Также эти генераторы можно использовать как резервный источник электропитания. Для этого необходимо дополнительно укомплектовать с щитом АВР, то есть это автоматический ввод резерв, который идет в комплект поставки, с помощью которого выполняется автоматический запуск и остановка электростанции. Соответственно, при пропадании электроэнергии в сети генератор автоматически запускается, работает аварийное время. Как только в сети появляется напряжение, идет сигнал на дизельный генератор, он автоматически останавливается. Это в первую очередь предусмотрено для объектов, на которых недопустимо даже кратковременное отключение электроэнергии. Это больницы, это банковские учреждения, это офисные здания, это производство, где производственные циклы не могут останавливаться даже на несколько минут. Если его использовать как основной сточок электроэнергии, это в основном те объекты, где нецелесообразно прокладывать линию электропередач. Это где-нибудь в полях сельхозобъекты, карьеры, где проложить стационарную линию электропередач, это намного дороже, чем приобрести дизельные электростанции. Практически все станции, которые представлены у нас, они комплектуются всепогодным шумоизолирующим капотом. Основные его преимущества. Первое, это то, что он значительно снижает уровень шума, так сказать, не будет мешать людям, находящимся в непосредственной близости от работы дизельных электростанций. А во-вторых, он всепогодный, всепогодного исполнения. То есть в таком виде, как он есть, нет необходимости дополнительно строить помещения, какие-либо навесы. В таком виде он предназначен для установки на улице. То есть он защищает от снега, от дождя, от попадания внешних предметов. Для зимнего периода станция укомплектована всеми необходимыми подогревами. Это подогрев охлаждающей жидкости, подогрев картера двигателя, подогрев водяной рубашки. Это обеспечивает легкий запуск электростанции при низких температурах до минус 30 градусов. Так как вы понимаете, что если бы подогрева, функции подогрева не было, дизельное топливо имеет свойство парафиниться, и зимний запуск был бы довольно-таки проблематичен. Но благодаря пакету зимний пуск с этим проблем не возникает. Сейчас мы со специалистом компании «Далгокеран» запустим этот генератор. Сергей, попросим вас это сделать. Да, с удовольствием. С помощью электронной панели управления генератор запускается в ручном режиме. Запуск вот эта кнопка, потом зеленая. Снова просто красная. До свидания. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...